Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наши увлекательные встречи после каникул, связанных с Песахом. Песах закончился, мы все вышли на свободу, говорит и показывает Всемирный Центр Бнейнуах из города Герой Юрушелаема в его мегаполисном понимании в Расширенном. Сегодня у нас уже 22-е Ниссана 5781 года, и мы с вами продолжаем знакомство с Рамбомом. Когда я говорю слово «Рамбом», в нашем контексте я имею в виду его великую книгу «Мишне Тора», в которой он практически осветил все вопросы, связанные с устной торой. И я пытаюсь из этой огромной книги, вы знаете, для того, чтобы у вас было понимание о размерах этой книги, в ней ровно одна тысяча глав. Вот эти пыроки, их ровно одна тысяча. Это удивительная вещь, как у него так вышло. И понятно, что мы из этого стараемся брать вещи, которые, на мой взгляд, мой личный субъективный взгляд, более актуальны и релевантны, как говорят сегодня, для нас, как для движения Бнейнуах. Что мы, как движения Бнейнуах, можем отсюда подчеркнуть. Итак, мы говорим про Рамбома, и сегодня я хотел бы начать обсуждение вот этой моральной системы Рамбома. Как Рамбом видит равновесие моральных качеств человека? У Рамбома есть своя система, он ее изложил не только здесь, в книге Мишна Тора, но и в знаменитой своей книге. На самом деле, не книга, это предисловие, которое он написал к трактату Пиркея Вод, который он посвятил именно вот этим теории и практике морального урегулирования. И эта книга, эта статья известна под названием Шмуна Апраким. Мы с вами ее многократно изучали. Шмуна Апраким переводится как «8 глав». Мы с вами неоднократно ее изучали, и кто интересуется, в архиве есть в полном виде, да, по-моему, даже не один раз. И я в любом случае советую. Мне кажется, что вот эта книга Шмуна Апраким маленькая совсем, действительно. Но по ее ценности и важности, наверное, она из самых-самых-самых основных книг иудаизма. То есть, вот если говорить об основных, самых книгах, то, наверное, я имею в виду то, что важно для всего человечества. Это Танах, то есть пяти книжек и книги пророков, и Писание, естественно. Танах – это книга Рамбома Шмуна Апракима, это книга Раби Иуда Аливи Кузыри. Вот эта книга Кузыри, эти Шмуна Апракимы, этот Танах, мне кажется, что это просто окраеугольные камни. И если люди этого не читали, с этим не знакомо, то это, конечно, не дает им представления об основах иудаизма. Но давайте после всех этих предисловий займемся делом. А, кстати, кого интересует этот раздел, у Рамбома называется «Ильход дьод», и находится он в книге, которая называется «Сефирамадан». Знаете, у Рамбома все точно распределено, все по книгам, по главам, по разделам. Очень систематически в этом плане он очень отличается от предыдущих авторов. Итак, что говорит нам Рамбом? Рамбом говорит, смотри, люди рождаются с разными качествами. То есть, здесь он говорит про моральные качества. Человек не рождается совершенно, человек рождается разным. Мы все разные. Никто не рождается урегулированным. Например, один человек рождается со склонностью, он более нервный. Как говорят, я не нервный, но меня нервируют. Здесь люди, у которых по природе, по природе вот такая неспокойная. У них природа, что и что, они сразу взрываются, как ядерная бомба. Такими они родились, здесь нет вины или заслуги. Есть человек, которому что ни говори и ни делай, он вообще полностью на душу. Такой совершенно спокойный, холодный человек. Есть люди, которые вообще ничего не боятся. Есть люди, которые боятся дуновения ветра. Вот только кто-то открыл дверь, он сразу говорит, закройте дверь, я простужусь. А есть человек, которого можно самой дикой зимой увидеть на улице в сандалин на босую ногу. Я таких людей встречаю, и каждый раз они у меня вызывают какой-то мистический ужас. Но есть, ты говоришь ему, тебе не холодно? Нет, говорит, не холодно. Не холодно, не холодно. То есть, есть люди с самыми разными моральными качествами. Есть люди, которые рождаются в природе своей более щедрыми. Есть, которые более скупые. Поэтому то, как человек рождается, это вещь, которая не является его ни заслугой, ни виной. Это то, что мы получили как данное. Как данное получили. И поэтому здесь нет ни претензий, ни награды. Нельзя похвалить меня за то, что я родился, например, более спокойным. Или кого-то ругать за то, что он родился более нервным. У него такая система, такая конституция. Или, например, здесь еще приводит пример. Есть люди, которые просто пылают своими страстями. А есть люди абсолютно равнодушные. Они даже какой-то корочку хлеба, которую им дают, они не хотят есть. А есть люди, которые всю жизнь пытаются удовлетворить свои повышенные страсти и потребности. Это то, что есть. И здесь абсолютно не о чем спорить, не о чем хвалить и не о чем ругать. И здесь я, кстати, хочу привести вам, мы говорим про рамбом и по эти качества. Хочу привести вам очень известное выражение наших мудрецов из Тальмы. Я не помню, в каком этом месте. Но если хотите, можете найти в интернете. Выражение гласит следующее. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. На иврите это звучит более красиво, конечно. И на первый взгляд кажется, что эта фраза какая-то пахнет фатализмом. Все в руках небес. А люди это слышат. И думают, ага, от меня ничего не зависит. Выбора у меня нету. Все в руках небес. Но они забывают, что есть вторая часть этой фразы, кроме трепета перед небесами. А что такое трепет перед небесами, объясняет рамбом. Поэтому я вспомнил это. Это уж Муна Апраким объясняет. Он говорит, смотри, ты не понимаешь, что здесь сказано. То, что мудрецы говорят все в руках небес, имеется в виду все те данные, с которыми ты рождаешься. Один родился высоким, другой низким. Один родился черным, другой белым. Один родился в Африке, другой родился, я не знаю, в Фортугалии. Или в Китае. Или какое-то время, или у каких-то родителей. Этого, или опять же, если мы возьмем сейчас наши примеры моральные. Один родился более нервным, другой более спокойным и так далее. Один более мужественным, другой более равнодушным. Это, говорит Рамбов, как раз то, что ты не выбираешь. То есть все в руках небес. Это означает все те объективные данные, которые ты получаешь, рождаясь. Вот я родился в определенное время, в определенной стране, у определенных родителей, при определенной политической обстановке. Помните, было такое стихотворение, не ошибаюсь, Николая Левитанского. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. То есть ты родился в это время. Оно хорошее время, плохое время. Обычно люди жалуются на свое время. Но это то, что есть. Это то, что ты не выбираешь. Вот это в руках небес. А трепет перед небесами, Рамам говорит, это и есть твоя реакция. То есть все то, как ты реагируешь на это, все, как ты выбираешь, все, как ты себя ведешь, это и есть трепет перед небесами. Что такое трепет перед небесами? Это поведение человека в ответ на то, что Всевышний делает с нами. И каждый ведет себя по-разному. То есть как раз вот это выражение мудрецов, Барри Трамбом, Шмуна Праки, оно и доказывает, что все исходные данные, которые у тебя есть, или объективные, скажем. Например, человек встал утром, и опять дождь, или солнце, или жара, или ветер. Окей, это я не выбираю. Но как к этому отнестись, как повести себя в этой ситуации, это я выбираю. Это я выбираю. Поэтому то, что здесь Рамбом описывает нам, это вот то, что ты получаешь, и тут нет никакой твоей ответственности. Ты таким родился. И поэтому есть люди, которые абсолютно не нуждаются ни в чем. Другие бегают и удовлетворяют свои страсти. Другие там мудрецы и так далее. Это то, что мы говорим. Теперь, говорит Рамбом, я тебе скажу еще одну важную. Это то, что у каждого вот такого качества есть противоположное качество и среднее. То есть, что Рамб имеет в виду? Например, есть качество страха. Вот у человека есть страх. Он боится всего. Стукнули в дверь, проехала машина. Он же думает, все, за ним приехали. Кто-то постучался в дверь, он говорит, все, это убийца. Есть такие люди. А есть это одна крайность. А есть другая крайность, когда человек вообще ни о чем не заботится. Он выходит на улицу. Ему не волнует машина ездит здесь. Я не знаю, там трактор проехал. Он выходит на улицу и идет по середине, я не знаю, там, Бродвей или какой-нибудь супершоссе. То есть, ему это вообще все равно. Он вот такой по жизни. Это, говорит Рамбам, две крайности. И в каждом качестве есть у тебя две крайности. Или щедрость, когда человек раздает все. Или абсолютная скупость. Человек гроша своего не отдаст. А если отдаст, умрет от сожаления и горя. Есть всегда вот эти крайности. А между ними есть середина. Вот здесь уже Рамбам намекает нам потихонечку, куда он нас ведет. Всегда есть качество, которое находится в середине. И, например, человек, если возьмем опять страх, в середине урегулированное вот это состояние среднее. Это когда он, с одной стороны, человек, понятно, заботится о самосохранении. Например, человек, выезжая на шоссе, ведет себя, соблюдает правила. Не ездит на красный свет, не перегоняет по сплошной полосе, застегивает вот этот ремень и так далее. Теперь, это гарантирует ему то, что все остальные на шоссе будут так себя вести и с ним ничего не случится? Нет. Ну, тут уже он полагается на Всевышнего. Я сделал все, что от меня возможно. Ну, что я могу поделать, если, я не знаю, не буду приводить примеры страшные. Понимаете? Человек сделал все, что от него окей. Но иначе как? Да, и жить невозможно. То есть, вот это вот среднее качество, когда человек принимает необходимые меры предосторожности, но при этом не сходит с ума от страха и не становится совершенно зомбированным таким существом. Вот это вот качество среднее есть в каждой плоскости. То есть, это и в аспекте, и в плоскости страха, например, или страстей, или щедрости, и скупости и так далее. И вот что еще говорит Рамбург. Смотри, человек не только рождается с определенными качествами, но он еще и рождается с определенной природой, которая позволяет ему более легко приобретать определенные качества. То есть, есть человек, которого легко приучить, например, не бояться, а есть человек, которого очень тяжело приучить не бояться. Есть человек, которого легко приучить не гневаться, а есть человек, которого тяжело приучить не гневаться. Есть человек, который с легкостью становится щедрым, если его научить и показать, что это правильно. Он понял и сразу становится щедрым. А есть человек, который, как его ни учи, он все равно будет мучиться, и ему трудно будет что-то давать другим. И поэтому у людей есть разное восприятие влияния других. То есть не всегда человеку легко воспринимать от других даже то, что они ему транслируют. То есть у каждого из нас есть окружение, которое на нас влияет, но это окружающее влияние мы воспринимаем индивидуально. Кто-то больше, кто-то меньше, кто в эту сторону, кто в эту сторону. Это все Рамбам говорит для того, чтобы мы поняли, что есть у человека вот эта изначальная его природа. Вот назовем это словом природа. Природа. Есть у меня природа. Я родился вот с такими-то склонностями, вот с такими-то качествами. Это основа, это данные, с которыми я должен работать. Но прежде всего, говорит Рамбам, ты должен понять, что ни один человек не рождается уравновешенным. Идеально. Ну, может, и рождаются, но это один на миллиард. И после того, как Рамбам сделал вот это вступление, он начинает нас учить своей вот этой педагогии в отношении качества. Он говорит, смотри, оба вот этих крайних, экстремальных конца, то есть обе крайности в той или ином качестве, они не являются правильным и хорошим путем. И поэтому не нужно, не стоит неправильно человеку ни привыкать вот к этим крайностям, ни приучать себя к этим крайностям. То есть не думай, что если кто-то ведет себя безрассудно, давай я не учусь и буду такой, как он. Нет. Нет. Ты должен понять, что и безрассудность, как говорят, безбашенность на современном языке, и с другой стороны крайняя трусость, и то, и другое являются неправильными качествами. То есть они крайние. Обратите внимание на вот эту особенность Рамбама, его подходе к моральным качествам. Он говорит, смотри, крайность в моральных качествах, она плоха и неправильна. А к чему же нужно стремиться? Сейчас мы увидим, что человек должен стараться идти по прямому и хорошему пути. То есть крайности плохи, обе, и нужно идти по хорошему и прямому пути. Ну и здесь, естественно, Рамбам даст нам определение, что же это за хороший и прямой путь, на который я должен стремиться. Правильное, хорошее качество – это среднее, говорит Рамбам. Среднее имеется в виду уравновешенное. Уравновешенное в каждом качестве и всех тех качеств, которые есть у человека. Здесь, еще раз повторяю, Рамбам говорит о моральных качествах. Не подумайте, что Рамбам здесь имеет в виду какие-то мировоззренческие вещи. Или общественные, или политические мнения. Про это Рамбам ничего не говорил. Иногда люди ошибаются и думают, что в каждой области, согласно Рамбаму, нужно идти посередине. Нет, Рамбам здесь говорит исключительно про моральные качества. Когда я себя воспитываю, я должен воспитывать в себе равновесие моральных качеств. И вот это, оно и есть правильно, и оно и есть хорошо. И поэтому человек должен стремиться не быть ни в этой крайности моральных качеств, не в этой крайности, а сделать себя посередине, среднее, вот это центральное качество. И тогда он будет цельным. Здесь Рамбам так и употребляет слово «шален». Я только хочу немножечко отступить и сказать, что можно подумать, что Рамбам просто учат над здесь хорошему поведению. Это, безусловно, верно. Но если бы это было только это, он бы не вставил бы это в свою книгу «Мишне Тура», которая все-таки является частью Тора. Речь идет, то, что человек должен быть хорошим или приличным, скажем так, базисто. Это до Тора, да. Мы с вами говорили много раз. Дера херец кадмали Тора. То есть, минимальное моральное развитие, минимальный моральный уровень он предшествует Торе. То есть, для того, чтобы заниматься Торой, и чтобы это прошло правильно, хорошо и полезно, уже нужно быть приличным человеком. Я имею в виду, конечно, какой-то базис. Но когда человек занимается Торой, она его выводит на более высокий уровень. И это гораздо более важнее, чем просто быть хорошим человеком. Быть хорошим человеком – это базис. Но после того, как хороший человек или приличный человек начинает заниматься Торой, она Тора выводит его на более высокий уровень морального развития. И все это нужно для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Потому что, Рамам говорит, и здесь, в других местах, моральное развитие человека, оно имеет, в конце концов, своей целью приближения к Творцу. Это условие. То есть, не может человек, который аморальный, нехороший, приблизиться к Творцу. Почему? Потому что, если у меня желания мои цветочены на удовлетворении исключительно эгоизма, то я фактически вектор своей жизни направляю внутрь. То есть, я живу вокруг себя. А с кому мне приближаться? Мне больше никто не нужен. Я фактически служу себе. Но если я хочу приблизиться к Творцу, я для этого должен пройти долгий и очень непростой путь морального совершенствования, чтобы, в конце концов, наши с ним желания как можно более совпадали. Вот когда наши с ним желания как можно более совпадут или будут совпадать, это процесс бесконечный, тем ближе я к нему становлюсь. И поэтому высший уровень морали у нас – это то, что называется хасидуд. Я не имею в виду сейчас движения хасидуд. Я имею в виду высший уровень морали, который наши мудрецы называют. И пишет Рамбам Шмуна Пракин. А что у нас больше, чем хасидуд? А больше, чем хасидуд, только пророчество. То есть, тот, кто достиг вот этого высокого уровня морали, который называется хасидуд, тот имеет шанс, никто ничего не обещает. Но это тот минимум, который может быть при других обстоятельствах и при желании Творца. В конце концов, такой человек имеет какой-то шанс стать пророком. Но если он не вышел на этот уровень, то и даже мечтать об этом пусть не мечтает. И мы с вами занимались в свое время, учили замечательную книгу Меселатьи Шарин Рамбхаля, где он показывает как раз все эти ступени развития. Это такие ступени развития, что мало не покажется. Но, по крайней мере, мы знаем, что это путь приближения ко Всевышнему. Понимаете? То есть, человек может сказать, а зачем мне проходить всю эту работу, я до конца не дойду. Да, но если я не дойду до вершины этой горы, то, по крайней мере, приближусь к ней. Понимаете? То есть, процесс моего приближения к Творцу, он идет перманентно. Каждый раз, когда я усовершенствую свои моральные качества, разумеется, это должно дополняться и изучением, и мудростью и так далее, на этот миллиметр, ну, миллиметр здесь нехороший, это не пространство, на эту степень я стал ближе. Если я сегодня более уравновешен в своих моральных качествах, если я сегодня продвинулся чуть больше, чем вчера в изучении мудрости Творца, то я стал к нему ближе, чуть больше. И этот процесс бесконечный, поэтому здесь нет такого правила, что или все, или ничего, потому что никогда человек не может достигнуть Творца полностью. Это бесконечное приближение, но оно приближение. Оно приближение. Например, мы видели в главе Китеса, Муше, он дошел до состояния, написанного, и Муше не знал. И как раз в этот момент светилось все его лицо. То есть, ты можешь сказать, Муше не знал. Так я не знаю, какая разница между мной и Муше. Я не знаю, и он не знает. Он попросил познать Творца, но говорит, ты не можешь меня познать, пока ты живой в теле. Окей. Так и я то же самое, как разница между мной и Муше. А разница в том, что он познал столько, что теперь он вышел на такой максимальный уровень знания, когда он понимает, чего он не знает. А мое незнание, оно продиктовано в значительной степенью просто невежества. То есть, я еще не познал всего того, не усовершенствовал себя. Я не объективен ни морально, ни совершенен ни интеллектуально. И поэтому мое незнание еще зависит от многих моих несовершенств. Муше, как объясняет Рамбом, это я привожу объяснение Рамбома, потому что он, напротив, Муше вышел на такой уровень моральной объективности и такого уровня мудрости, что он имел смысл задавать такой вопрос. Потому что всем остальным, всевышний, могут сказать, иди учись. Ты еще просто ничего не знаешь. Но Муше этого уже нельзя было сказать. И тут выяснилось, что есть вещи, которые не зависят от человека, а только то, что он заключен в теле материальном, это является преподой. Ну, так до этого нужно было дойти. Муше дошел до этого уровня, когда ничего другого, кроме самого его человеческой ограниченности, уже не было препятствий. А у нас еще много-много учиться, работать и работать. И поэтому, я повторяю, моральное совершенствование, оно не просто в себе хорошо, это всегда хорошо, но оно имеет цель приближения к Творцу. И поэтому приближение – это бесконечно. И в этом продвижении можно продвигаться бесконечно. И это не будет один и тот же уровень. Все больше и больше и больше. И поэтому работа эта очень оптимистична. Не стоит здесь сразу вырекли. Или все, ничего. Ничего подобного. Где продвинулся, продвинулся. Где не продвинулся, не продвинулся. Теперь говорит Рамбам, ну а как же все-таки… А он приводит пример. Что такое вот это среднее качество? Смотрите. Например, чтобы человек не был нервным, раздраженным. Чуть слова. Есть один человек, я его иногда встречаю у нас здесь. И я знаю, что вот чуть что не так, сразу будет вспышка гнева. А это одна крайность. А есть другой человек, которому все равно, понимаете? По нему прошли, вытерли о него ноги. Я не знаю, там вырезали у него на спине звезду. Пятиконечная, шестиконечная звезда. А он сидит. Ему все равно. А Зрама, он говорит, это тоже, он как мертвый. То есть и вот этот товарищ нервный, и вот этот товарищ абсолютно неравнодушный и мертвый – это крайности. А где хорошее качество? Чтобы человек, если уж разгневался, то только по поводу большой вещик, он говорит, о которой стоит разгневаться. И это произойдет у него раз какое-то там, я не знаю, выдающееся время. Обратите внимание, что здесь Срама не говорит, что человек не должен вообще гневаться. Легко было бы соблазительно сказать. Он говорит, нет, есть в мире вещи, злодейство, по поводу которых человек должен показать, что он гневается. Может быть, и не, не знаю, Рам здесь не объясняет внутренний гнев или внешнепедагогический, но это обязательно должно быть. Почему? Потому что если, например, в каком-то случае, допустим, человек ехал где-то, мы говорим про индивидуума. Вот он ехал, по нему там, я знаю, его толкнули, пнули, вытерли о него ноги и пошли дальше. Если он здесь не покажет свой характер и не возмутится, и не ведет порядок, так это приведет к тому, что его будут унижать так всегда и все время. И не только его, но и других людей. Человек должен соблюдать свое человеческое достоинство, лечать словом по образу и подобию, понимаете? Я это не только мое личное, мое эго. Эго может потерпеть, но я человек, понимаете? А человек, есть какая-то грань, за которую переходить нельзя, потому что унижая человека, ты унижаешь его божественный образ. Ты можешь соглашаться, не соглашаться, осуждать, хвалить, твое право. Но унижать человека нету, и поэтому человек должен сказать, нет, 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 так дело не пройдет, я этого так не оставлю. И тогда его будут уважать, потому что он человек. Человек звучит гордо. Ну, повторяю, это если он один раз в какое-то время, в месяц, в год, в полугодие так разозлился, это нормально. Но когда он злится на каждое возражение, это уже не урегулировано. И, например, он приводит со страстями здесь вот еще один момент, он говорит, смотри, человек такой, который вот именно, у него такие равновешенные, средние моральные качества. С одной стороны, он будет заботиться о том, чтобы удовлетворить свои необходимые потребности. С другой стороны, он не будет сходить с ума из-за того, что ему чего-то не хватает. И вот здесь он приводит выражение, которое мне очень понравилось. Он говорит, смотри, человек, каков идеальный образ поведения человека? Он говорит, он радостный все дни своей жизни. То есть, он все время находится в состоянии радости. Беннахат. Что такое нахат? Нахат – это спокойствие такое, без сумасшествия. То есть, ты его встречаешь, неважно где, неважно, когда на улице встретил, он улыбается, он приветливым лицом. И вот такое поведение здесь Рамбам даже дает ему звание этому человеку. Это, говорит, путь хахамин. То есть, хахам, мудрый, вот так себя ведет. Здесь Рамбам прямо вводят понятия. И всякий человек, у которого моральные качества вот так отрегулированы, он называется хахам. Теперь есть еще одна категория, более высокая, говорит Рамбам. Тот, кто очень-очень себя воспитывает и строг самим собою, он даже немножечко отходит от середины чуть в одну сторону. Сейчас мы с вами увидим, какую. Такой называется хаси. То есть, Рамбам здесь открывает нам еще один момент в его принципиальной схеме. Он говорит, смотри, я тебе объяснил, что хахам, правильный человек, умный, мудрый, ведет себя так, что у него все вот эти качества, они в центре, в середине. Он и не гневается, но он и неравнобушен, нечто такое себе. Но знай, говорит Рамбам, что есть более высокое качество, которое называется хасид. Это тогда, когда человек немножко оклоняется в середину, в сторону. В какую сторону? Сейчас он приведет пример, но я хочу показать вам правила в сторону, в противоположную эгоизму. То есть, например, если с одной стороны гнев, нервозность, с другой стороны полная равнодушие. В середине это хорошо, теперь хасид отклоняется чуть-чуть в сторону равнодушия. Я не знаю, сколько, чуть-чуть. То есть, лучше чуть-чуть в сторону равнодушия, чем чуть-чуть в сторону гнева или даже посередине. Но не забывайте, что это уже другая, согласно равному категории. А хахам, он в середине. Но если он в середине, вот в самой такой середине, это называется хахам, это хухма, мудрость, это замечательно, это правильно и это хорошо. И это то направление, по которому должны идти люди. А в отношении хасид, да, он сказал, они чуть-чуть в сторону меньше эгоизма. Но так как он не уделяет здесь этому внимания, вот этой более высокой стадии, более высокому званию хасид, то поэтому он не распространяется, а возвращается именно к тому, что он называет хахам, желательно, правильно, в середине. И мы обязаны, говорит, все идти именно вот по этим средним, серединным, равновешенным путям. И это то, что сказано в той книге Дворим, и ходи путями его, то есть ходи путями Всевышнего. И Медраж говорит по этому поводу, что как он жалостливый, ты будь жалостным, он прощает, и ты прощай. Здесь надо выяснять, когда что имеется в виду. Это не совсем прощение, конечно, ханун имеется в виду, а, не будем ходить. Короче, он жалеет, и ты жалеет, и так далее. И поэтому у всех вот этих пророков, секундочку хочу перевести подочнее, и этому пророки и сказали вот эти качества Всевышнего, что он долготерпивый, и склоняющийся к милосердию, и цадик, и прямой, и цельный, и преодолевающий, и сильный, и так далее. Говорит, все вот эти пути, это чтобы ты им подражал. И Рамам говорит, какие это пути, которым нужно подражать, вот это уравновешенное поведение. Уравновешенное. То есть все те качества, которые он привел, и которые проволоки приводят, он говорит, знай, что они имеют в виду уравновешенности. Сейчас он приведет это доказательство истории. Теперь, и поэтому к этому должен человек стремиться всей своей силой. А каким же образом человек себя приучит так, чтобы вот эти вот уравновешенные качества, средние были постоянными в его душе, о, Гейтрамбов, для этого нужно работать и все время повторять. То есть учиться тренироваться. Человек должен учить себя, чуть позже об этом дальше он расскажет, учить себя, вести себя вот этим образом и один раз, и два, и три, и десять, и так далее. И должен тренировать себя, пока эти качества не установятся у него и сделаются привычки. То есть одними только пожеланиями или заявлениями, говорит, Гейтрамбов, ты этого не сделаешь. Потому что природа, она очень инертная. Ты себя можешь изменить только сознательной тренировкой. Как человек тренируется, мы с вами увидим чуть позже. Но здесь должна быть тренировка. Должна быть тренировка, и только после этой тренировки, когда он приучит себя вести вот этими равномешенными качествами, тогда они станут его привычкой, его природой. И вот этот путь средний, путь он называется Дер-Ахашем, путь Всевышний, путь Ашем. Это то, что учил свое потомство наш отец Авраама Вину. Ну, что он говорит из книги Береши. Потому что я знал его, чтобы он приказал сыновьями и своему дому за собой, и хранили Дер-Ахашем, путь Ашема, сделать сдака и мишпад. Обратите внимание, откуда Рамбам взял, что это средний путь. Сдака и мишпад. Сдака – милосердие. Мишпад – это суд. Если суд, то по закону. Если милосердие, то это не по закону. А необходимо соблюдать две эти вещи. Может быть, в суде ты судишь по закону, после суда или до суда есть милосердие. Но обратите внимание, не только суд – это одна крайность. Не только милосердие – это другая крайность. Единство качества. И тот, кто идет по этой дороге, он приносит себе и добро, и благословение, как сказано, чтобы привел Ашем на Авраама все то, что он говорил ему. То есть, говорит, Рамбам, наше стремление должно быть, и воспитывать у себя именно вот эти средние качества, равновешенные, урегулированные. А как это делается, это мы уже с вами посмотрим потом, потому что у Рамбама есть система, у Рамбама есть четкие рецепты, как тренировать у себя эти качества. Если у вас есть вопросы, то пришло время их задавать. Рамбена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у Рамбама где-то есть мысль о том, что если человек занимается не своим делом, не любимой работой, то это грех. И насчет Рамбама не знаю, но есть в Гморе такое высказывание, что Афуда Зара – это человек, который занимается не своим делом. Где это то, что я не помню, потому что высказывание следующее там, что человек пусть даже занимается водой, здоровой, лишь бы только не ставил себя в зависимости от помощи других, чтобы не жил на дзадаку. Спрашивает Гмора, как же можно, как же можно, ты говоришь человеку, что он занимался водой, здоровой. Не, не, не имеется в виду едлопоклонство. Имеется в виду, что человек занимается не своим делом. То есть не свое дело, не то, что ему подходит, называется Афуда Зара. Но лучше заниматься этим, чем жить на дзадаку. Интересно, да, такое отношение? Спасибо. Пожалуйста, если у нас есть вопросы. Окей, я не вижу пока. Если появится, тогда я скажу несколько организационных слов. Мы с вами, я надеюсь, без раташем возвращаемся к нормальному обычному ритму и занимаемся рамбами, другими текущими темами. И наше занятие проходит сегодня просто исключительно одноразово, что в воскресенье обычно понедельник и в среду. И мы ждем этих встреч нетерпением. Если у вас есть вопросы, вы знаете, куда их посылать. Есть у нас замечательная чат-группа, в которую я призываю всех желающих присоединяться. И там можно задавать мне вопросы. Есть, как интересно, и общие группы, общие чаты для участников этих групп, где они между собой выясняют, там разные вещи. Очень интересно, рекомендую присоединяться, чтобы быть активным участником учебного процесса. Окей, если нет вопросов, тогда до следующей встречи. Всего хорошего. Спасибо, Рафьёна. Спасибо. С удовольствием, с удовольствием. Спасибо. Организационный вопрос. А завтра будет встреча, нет? В понедельник. Нет, завтра не будет. Сегодня, потому что завтра я не смогу. А, все, окей. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok